Итак, попробуем установить Ubuntu. Для Ubuntu будем использовать LTS Release 24, создать, назовем Ubuntu. Сразу высветилось Ubuntu 64. Ну давайте, сколько вам не жалко. Ну по минимуму, там видите, гигабайт памяти. Создаем имидж, динамический, вот он предлагает. Ну я поставлю сороковник, мне там для 40 не дает, ну вот так вот мы сейчас в азюканье поставим. Создать. Так, давайте настройки посмотрим. Ну, настройки менять не будем. В принципе, всего достаточно. Давайте подключим. Вот у меня Ubuntu. Ну выбрать, я выбрал файл с диска. Вот имидж. Окей. Так вот у нас 40 гигабайт диск. Это по минимуму поставили. И источник Ubuntu. Ну и собственно все. Запустим машину нашу. Вот она предлагает загрузочный диск выбрать. У нас ISO файл. И вот она загружает. Так. 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 Так, загрузилось. Это у нас диск одновременно и инсталляционный, и Live CD. Давайте мы в локаль русскую поставим, установить Ubuntu, Russian, обычная установка, дополнительная нам, чтобы не нужно, можно дополнительно установить. Обычная установка, стереть, это у нас пустой диск, продолжить. Москва. Ваше имя. Имя компьютера. Пользователь. Мин пусть будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно автоматически, можно требовать пароля. Продолжить. А пользователь уже есть такой. Давайте введем Local Admin. Вообще, конечно, в зависимости от того, для чего вы делаете, вы по-разному можете задавать этого пользователя. Ну, собственно, он пошел ставить. Тут ничего особо интересного нет. Фактически установка, поскольку это LiveCD, установка заключается в копировании файлов на диск. Если открыть, то мы можем увидеть процесс. Установка завершилась. Перезагрузим машину. Enter нажмем, что мы отключили диск. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть она не по имени логина, а по имени пользователя написана. Тоже возможно. Значит, мы это пропускаем. Это пропускаем. 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 Готово. Все у нас готово. Значит, только мы запустились, нам уже говорят обновление. Давайте поставим обновление. И так у нас установилось. Перегрузить сейчас. Перегрузим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Действительно, вы можете любой пароль задавать. Попробуем поставить дополнение. Гостевой. Подключить устройство. Подключить образ. Запустить. Пароль. Пароль. Вот это вот. Как бы суда у нас запускается. Мы пароль свой набрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот они. Так. Что-то он установился. Давайте перегрузимся. Давайте перегрузимся. Перегрузимся. Включить. Перезапуск. Так. Так. Попробуем. Попробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Так. Туки теплые. Включения. Ну вот это вот, да, перебор, вот этот тут возьмем. Ну, в принципе, в этой системе уже можно работать, будем считать, что мы установили систему для работы. У нас не удалось установить драйвера вертал бокса, я установил, сейчас покажу, как это делает, мы должны установить компилятор, без этого не будет работать драйвера не скомпилит, значит, upget, build, essential, upgetinstalken. Это метапакет такой, который содержит компилятор, но это все по мелочи. Вот он у меня установился уже, подключаю образ. Драйверов, запустить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот он начинает устанавливаться. И вот генерит образ, компилит модули ядра, устанавливает их вид образ. Вот и все. Вот тут написано, как перекомпилить, если у нас изменится ядра. В принципе, для этого можно еще ДКМС попробовать, чтобы он делал универсальный модуль, который он делает модуль для ДКМС, а из ДКМС запускает уже специализированный модуль. Вот перезагрузим. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, для того, чтобы машина на все окно раскрывалась. И во-вторых, взаимодействие с хостовой машиной у нас будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот видите, на все окно раскрывается машина. Так вот более удобно работать можно и здесь. Ну, вот фактически мы завершили установку Ubuntu и поставили драйвера для VirtualBox. Субтитры создавал DimaTorzok